Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь! Сегодня суббота, вечер. Господь Бог дал нам возможность прожить еще один прекрасный день, дал нам хорошую погоду. И сегодня я хотел бы напомнить вам, что у нас время молитвы за благовестие и за молодежное служение. И хотел бы зачитать вам местописание, которое Господь Бог положил мне на сердце. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, 4 главу, с 18 по 20 стихи, и прочитаем эти несколько стихов. Пройдя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они в тот час, оставившись сети, последовали за ним. Друзья, дорогие, в этом месте я хотел бы сделать несколько важных наблюдений, которые касаются каждого из нас, которые касаются нашего служения благовестия, если мы послушны Богу и хотим его совершать. Первое, на что я обратил внимание, что ученики, которых Иисус призвал к этому служению, они были нигде попало, они были в том месте, где двигался Иисус, где Иисус проходил. И сегодня каждому из нас очень важно быть там, где работает Бог, где движется Иисус, где работает Святой Дух. И тогда у нас есть больше шансов быть полезными, быть задействованными в Его служении. Если бы эти ученики находились в другом месте, возможно, они не были бы призваны, но они были в правильное время, на правильном месте, и поэтому их Иисус увидел, заметил и призвал. Часто сегодня мы с вами хотим, чтобы Бог, Он работал в нашей жизни, чтобы Он делал какие-то дела в нашей жизни. Мы говорим Богу, я не вижу твоей работы в моей жизни, что мне делать? Но на самом деле, вместо того, чтобы нам искать Божью работу внутри себя, нам самим нужно подниматься и идти туда, где уже работает Бог. Идти в церковь, идти в те служения, идти в те направления, где Бог уже движется и работать. И просто включаться в это. И если мы в это включимся, то мы станем теми, кого Он будет задействовать и использовать в Своем служении. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это важность следовать за Иисусом. Смотрите, Иисус Христос сказал, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. Он не сказал, Я вас сделаю ловцами человеков, чтобы вы пошли за Мною. Он также не сказал, сначала станьте ловцами человеков, закончите семинарии, закончите институты, и только потом приходите и следуйте за Мной. Но Он сказал сначала, следуйте за Мной, а потом Я сделаю вас ловцами человеков. То есть сначала идет наше желание, наша готовность, наше посвящение, а уже только потом вмешивается Бог и дает опыт, дает мудрость, дает профессионализм. Поэтому, если те из вас, кто сегодня не задействованы ни в каком служении, не задействованы в служении благовестия, которое может осуществлять каждый христианин, и вы хотите в этом деле двигаться и развиваться, то помните, что вам нужно начать следовать за Иисусом, вместо того, чтобы ждать, пока Он вас сделает ловцами человеком. И третий урок, который я хотел бы извлечь отсюда, он звучит так, действовать вовремя. Обратите внимание, здесь сказано, и они тотчас, оставившись сети, последовали за Ним. Обратите внимание, слово «тотчас» не сказано, что они на следующий день последовали за Ним. Также эти ученики не сказали, Иисус, оставь нам свою визитку, и когда у нас будет время, мы тебе перезвоним и присоединимся к твоему движению. Они тотчас все оставили и пошли за Ним. И сегодня, братья и сестры, для того, чтобы быть успешным и полезным в Божьем служении, нам точно так же нужно быть чувствительными к голосу Божьему и реагировать на Него тотчас. Потому что позже Он может уже и не звучать, позже Господь может призвать кого-то другого, а не нас. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня перед тем, как вы будете молиться, я хотел бы, чтобы каждый из нас поразмышлял над этими тремя принципами. Чтобы мы были всегда там, где движется Иисус Христос, чтобы мы были Ему послушны и следовали за Ним. И тогда Он сделает нас ловцами человеков, сделает нас своими служителями. А также, чтобы мы всегда действовали вовремя и не упускали те драгоценные возможности, которые Господь Бог выделяет нам. Вот за это мы сегодня и помолимся. С миром Божьим!